привет это канал взлет меня зовут ольга в этом видео мы с вами рассмотрим новую матовую линейку on color от oriflame 4 лака 3 матовых 1 сияющий и 4 матовых помады давайте начнем с лака лаки on color 4 оттенков лимитированной коллекции обещают нам один оттенок сияющий и 3 матовых еще ни разу в oriflame не было матовых оттенков мне интересно это будет просто иллюзия матовости или действительно это будет матовая текстура лака сейчас посмотрим лак on color он производства люксембург также как и все остальные лаки мы это можем видеть сзади на наклейке его объем 5 миллилитров он небольшой но удобный кисточку удобно не успевает высохнуть у меня есть несколько лаков линейки on color и они у меня держатся до двух недель ну что давайте смотреть оттенки самый первый оттенок 39 287 золото это именно сияющий оттенок я вижу что он очень похож на картинку каталога и также на вот этот квадратик внизу со сводчами и мне кажется что это конечно не золотой оттенок а у него есть какой-то оливковый отлив красивый цвет достаточно благородной главное теперь как он будет выглядеть на ногти несмотря на то что пузырек маленький кисточка достаточно удобно она небольшая тоже но красить ей удобно прям интересно будет этот лак прозрачным или все-таки хорошо покроет потому что такие золотистые оттенки они грешат тем что они и полупрозрачные особенно в таких эконом линейках но вот мне кажется что покрытие достаточно плотная я не назову его примут совсем плотным но она и не прозрачного два слоя будет лежать вообще отлично давайте все нанесем а потом попробуем второй слой следующий оттенок это 39 347 герань и это у нас уже будет матовый оттенок давайте скорее наносить и смотреть как он будет выглядеть на ногтях неужели в oriflame догадались добавить пигмент в матовое покрытие для ногтей у меня есть матовое покрытие и она сначала выглядит глянцевым при нанесении а потом при высыхании становится матом сейчас пока это лак глянцевый смотрите вот так это выглядит но сейчас мы дождемся пока покрытие зафиксируется вода я вижу что глянец пропадает на глазах может быть немного подуть до становится все более более матовая как то самое матовое покрытие которое у меня есть я иногда его использую наношу на цветное вот еще немного глянь сохраняется но все уже уходит он и становится много все более более матовым сейчас пока остальные нанесу он уже зафиксируется мы уже тогда посмотрим конечный результат давайте смотреть следующий оттенок это 39 348 фиалка вот так вот выглядит этот оттенок и он похож на свотч каталога вот смотрите вот квадратик он просто немного темнеет этот оттенок а в реальности он какой-то более ягодное что ли более виноградной но если сравнивать вот с этим лаком то здесь это вообще какой-то перламутрово лиловый оттенок в отличие от флакончика посмотрите какая большая разница давайте нанесем на ноготь посмотрим теперь что будет на ногти мне нравится что эти лаки ложатся смотрите просто в одно нанесение здесь уже точно не нужен второй слой и наверное я даже не буду его делать потому что все идеально лежит покрытие два раза я махнула кисточкой и вот вы видите как выглядит этот лак это же на глазах становится более матового видите предыдущий оттенок смотрите он уже стал вот практически матом как будто я нанесла матовое покрытие молодцы догадались сделать матовые лаки сразу уже во флакончике и у нас остался последний оттенок это у нас 39 346 называется он маус смотрите вот этот квадратик свотч каталоге немного темнее чем лак в пузырьке но здесь тоже почему они матовые лаки изобразили перламутровыми это только вопрос конечно к разработчикам вы живите перламутр здесь вот он очень явный а это прямо вот матовый лак как мы видим непосредственно в пузырьке также он и матовый на ногтях ну давайте нанесем уже и убедимся в том что последний оттенок тоже матовый ложится в одно нанесение очень хорошо тоже сначала видите глянцевый и на глазах он становится матовым можно подуть чтобы лаки быстрее становились матовыми но в принципе вот пока высыхает лак и тоже появляется такая матовая текстура да мне нравится и оттенки и подход и особенно мне нравится что это линейка экономичная то есть не нужно второе нанесение достаточно в один раз нанести уже очень плотно лак лег на ноготь ровно кисточка очень удобная давайте все таки вот этот лак самый первый сияющий я нанесу второй слой и мы посмотрим будет ли он более плотным в принципе можно усилить и сделать более плотным этот оттенок но по сути и и так и так красиво можно и в один слой носить и в два вот такие четыре лака новой коллекции классно что появилась линейка матовых лаков которые не требуют дополнительного покрытия а сразу становятся матовыми а кто за чтобы эту линейку расширяли пишите в комментариях матовая помада on color позиционируется как праздничная говорят нам что здесь яркие цвета и матовый финиш формуле содержится специальные комплексы для кремовой текстуры и увлажнения губ покрытия средней плотности для длительного ношения приходит помада on color в лилово толпу в футляре чтобы могли отличить ее от остальных помад в нашей косметичке красивый очень оттенок есть на нем звездочки которые подчеркивают праздничность этой коллекции защелкивается помада как обычно все помады on color да и в принципе все помада oriflame со щелчком и это закрывание говорит о том что помада не откроется у вас в сумочке изготовлена помада в россии у нас стоит завод по производству помад которые производятся на весь мир и в одной помаде on color 4 грамма и первый оттенок который у меня на губах это 40 семьсот тридцать восемь минут мне нравится этот nude он такое приглушенно розовато кремовый оттенок очень интересные он больше в розовые чем в бежевую потому что у вас это волнует я знаю больше всего чувствуется что помада очень плотно вот на мой взгляд это одна из самых плотных линеек которые я вообще тестировала в принципе в oriflame и я вот прямо проводила этой помады по губам она идет вот прям плотно плотно знаете чем-то напоминает такую стойкую помаду тоненькую в которой 16 грамма из коллекции за one именно вот по нанесению достаточно плотно заявлено как матовая но на губах когда вот я наносила был такой какой-то матовый матовые претензии что да я сейчас стану матовый но вот как-то вот сейчас не вижу что она матовая она сияет в принципе как и все остальные помады хотя от матовости у нее наверное вот это вот плотно и приплотное нанесение ну вот такой оттенок если вам нравится эта помада то рассматривайте для себя сейчас у меня на губах 40 739 это алый и это действительно алый это тот оттенок про которые я говорю он ведь с красным знаменем цвета одного потому что это вот прямо пионерский галстук чисто цвет он очень чистый и посмотрите какое плотное нанесение без карандаша помада очень четко очерчивает губы мне кажется что этот оттенок он немного рисковат он да безусловно праздничный безусловно вечерний но это когда вам нужны губы несколько такие вечерние до статусные сколько эффектные и вызывающие вот мне кажется вот этот чистый алый оттенок для таких очень броски губ и для очень яркого макияжа как вам этот оттенок 40 740 фуксия но мне кажется что это не фуксия а прямо вот какой-то ядреный оттенок барби знаете такой гламурный при гламурный в стиле либо каких-то дискотек 90-х либо самых гламурных инстаграмов ну и вообще все оттенки которые вот я до сих пор попробовал сейчас еще 4 посмотрим не окажутся ярче и светлее чем в каталоге в каталоге они какие-то более такие тонны и и приглушенные здесь вот вы видите насколько эти оттенки прям какие-то неоновые да и в принципе я соглашусь что это праздничные оттенки потому что они эффектные они создают настроение но вот матовую текстуру извините я вижу вот сияние я не вижу матовой текстуры в этих помадах удалила только что фуксию с губ и смотрите какой тинт тинт будет однозначно помада провела у меня на губах наверное секунд 30 и они ярко-розовые что будет когда она пробудет на губах час она будет въедаться в губы вообще очень жестко так что имейте ввиду ну с какой-то стороны это даже неплохо когда вы хотите чтобы вы помаду убрали а губы оставались такими же вот яркими насыщенными ну вот кому как нравится тинт есть однозначно ну и последний оттенок из 440 741 mauve не знаю насколько это mauve я представляю себе оттенок немного другим мы примерно таким как в каталоге на губах у себя я же вижу либо это светлая черника либо это орхидея вот знаете мне кажется что именно такие оттенки называют оттенками орхидеи однозначно все оттенки ну может быть кроме нюда уходят в неон то есть они такие прям вот яркие при яркие матовости нет на мой взгляд может быть она чуть попозже появится через 10 через 15 минут ну вот я наношу принципе вы сами все видите помада сияет и ее несомненный плюс то что у нее очень плотное покрытие то есть помада перекрывает хорошо в одно нанесение и если вам оттенки нравятся то вы можете рассматривать для себя такую помаду к покупке еще отмечу то что я эту помаду ощущаю на губах то есть она именно вот из-за своей плотности она прямо на губах чувствуется аромат у нее практически нет по крайней мере парфюмер на одушке точно нет и она вообще практически не пахнет если и вы что-то сможете уловить то это вот такой еле-еле заметный аромат помады вот без парфюмерных отдушек ну давайте посмотрим теперь оттенки на руке 40 738 нюд посмотрите в каталоге какой пыльно-серый холодный нюд и какой он по факту какой-то розово-тауповый мне кажется что в каталоге гораздо бледнее оттенок и посмотрите вот на руке этот же оттенок он красивый просто он не такой как в каталоге следующий оттенок 40 739 алый в каталоге он тоже выглядит более светлым более морковным в стике посмотрите насколько он более глубокий и на свотче на руке вы тоже можете видеть что оттенок более глубокий более насыщенный чем в каталоге следующий оттенок 40 740 это фуксия тоже мне кажется что в каталоге он более какой-то выбеленные более светлые посмотрите какой яркий стик какой глубокий но свотче видите на руке он более прозрачный он более приближен каталогу чем непосредственно вот в палочке помады 40 741 это mouth тоже в каталоге более светлый и более серый а может быть такое mouth хотели разработчики получить но по факту они получили вот такой вот припыленную орхидею в mauve который в каталоге в нем больше пепла больше серости а по факту больше чего-то цветочного хотя припыленность тоже я могу отметить она безусловно в этом оттенке есть и на руке посмотрите эти все оттенки они немного переливаются мне кажется для того чтобы они стали матовыми их надо вот немного как-то будет промокнуть салфеткой что ли тогда уберется вот это сияние и матовые помады станут наконец-то матовыми помадами вот видите я их немного прибила и в них появился вот этот матовый бархат матовая праздничная линейка он color из четырех новых оттенков помады и четырех лаков для ногтей то что она праздничная это однозначно насчет матовости я бы поспорила но в принципе оттенки интересны и для любителей именно подобных цветов есть что выбрать что подобрали себе вы понравились ли вам какие-то оттенки и планируете ли вы их покупки обязательно поделитесь комментариях ставьте лайк если вам был интересен и полезный обзор ну и конечно же подписывайтесь на канал взлет и нажимайте на колокольчик чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках самыми первыми пока пока